Надеждин собрал 200 тысяч подписей, а Путин поговорил с оленеводом. Кто сбил Ил-76 и были ли на борту пленные украинцы? Разберемся, почему все стороны врут, а также расскажу про топ самых идиотских идей Госдумы. Привет, эта передача «Самое важное». Тут мы рассказываем о главных событиях недели и делимся своим мнением. Меня зовут Иван Жданов. Перед просмотром поставьте лайк. Это важно для алгоритмов Ютуба. И не будем затягивать. Поехали. Если бы вас, скажем, заморозили в 2014 году и разморозили бы сейчас, рассказали бы о политической жизни в стране, и вы бы наверняка сначала растерялись, а потом, вероятно, расхохотались бы. Кто такая Екатерина Дунцова? И почему за карикатурного персонажа из этого шоу выстраиваются гигантские очереди, и все в едином порыве призывают поставить подпись за него? И не просто стараются поставить за него подпись, а еще и спорят, кто больше привел сторонников, кто лучше за него проагитирует. И формула успеха тут достаточно простая. В 2024 году, где мы сейчас, достаточно было просто написать слово «Мир» на сайте и «Свобода» политзаключенным. И не нужно больше никаких сложных программ. Для того, чтобы быть любимым кандидатом сейчас, независимо от твоего прошлого, достаточно просто сказать, что ты за мир. И уже совершенно не важно, где ты был, куда ходил, доброе ли у тебя намерение, или же сам ты договорился с Кремлем. Тут теперь все эмигранты, все люди против войны готовы участвовать и агитировать. Список имен уже очень длинный, и я сейчас не про политиков. Настоящая массовость приходит, когда культурные деятели выступают за кого-то. И не только деятели искусства, которые всегда в политике, как Дмитрий Быков, но и такие, которые выступают значительно реже. Например, Юрий Шевчук, лидер группы ДДТ. Привет, друзья. Юрий Шевчук, группа ДДТ. Я за мир. Поэтому, как и многие, голосую за Бориса Надеждина. И всем нам удачи. Или вот Юлия Навальная. Пришла и поставила подпись тоже за Надеждина. Сам Борис Надеждин словно родился заново. Теперь он не вечный участник телешоу для битья. Когда иногда люди вас слушают, и правда, у них возникает желание там что-нибудь с вами сделать такое. Объяснить вам. Борис, ты не прав. Теперь он забавный мемный дядька с большой рыбиной или с большим грибом. Очень похожий на соседа по даче. Но что гораздо важнее. Теперь он идеи. Идея в том, чтобы показать своими ногами, очередью, что ты против Путина, против войны. До 31 числа команда Надеждина должна будет сдать подписи. Сейчас они заявили, что собрали почти 200 тысяч подписей. Подписи, которые собирали за границей, они сдавать не будут. Что правильно. По закону их нельзя и было собирать за рубежом. О чем тихонечко бурчали электоральные юристы. Но очереди за пределами России психологически поддержали тех, кто внутри России. И даже если Надеждина не зарегистрируют, то все уже поиздевались над сбором подписей Путина, которые никто нигде не видел в помине, в отличие от очередей за Надеждина. Но Надеждин не единственное политическое событие, которое сейчас происходит. Есть еще одно движение, пока менее заметное, но которое требует не меньшей поддержки. Это жены мобилизованных. Теперь устраивают еженедельные акции, на которых совершают символическое действие. Надевают белые платки и возлагают цветы к могиле неизвестного солдата. Скорее всего, будет вторая волна мобилизации. Опять ребята будут бессрочно находиться. И сюда уже будут приходить другие жены в белых платках, а мы будем их поддерживать в черных, не дай бог. Вот что интересно ответила жена одного из мобилизованных на вопрос про Украину, например. А вы знаете о том, что украинский народ не виноват в том, что сейчас происходит? Я только что возлагала две двойки к мемориалу города Герои. Как вы думаете, я знаю о том, что они не виноваты? Ну, я вам вопрос задала. А я отвечаю не словами, а действием. Мы действительно живем в удивительном таймлайне. Символические акции теперь кажутся, что работают. И вспоминая то, что на прошлой неделе произошло в Башкортостане, на этой неделе в Якутии, есть ощущение, что подводные политические настроения, разные совершенно, правильные, неправильные, они двигаются и готовы вырваться наружу. 24-й год – год семьи. Как Путин сказал. Правда, не сказал, какой семьи. Ну, да неважно это. Главное – рожать. Главное предназначение семьи – это рождение детей. Продолжение рода. А значит, продолжение нашего народа. Нашей многовековой истории. Но, как писал Тютчев, нам не дано предугадать, как слово наше отзовется, а тем более, как оно отзовется в головах чиновника. И вот мэр Невиномыска уже дает указания горожанам. Подкрасться. Прям сегодня ночью. Свои любимые там подкрасться. И ровно через 9 месяцев, прям под конец, 24-го года родить не 700 человек, а там 10 тысяч. Именно так россияне должны рожать детей и продолжать многовековую историю страны и народа. А ведь акционист Петр Верзилов еще в 2008 году устроил акцию, можно прямо сказать, за повышение рождаемости. Прям в Темирязевском музее. Но тогда современники акцию не оценили. Сейчас бы наверняка было бы все по-другому. Сам-то Путин давно последовал этому примеру и план перевыполнил. Просто никому не хочет это показывать. Ну и к традиционной семье это не имеет никакого отношения. Упомянули одну женщину, упомянули вторую. Вы же не все рассказали, наверное. И на этой неделе Путин приезжает на всероссийский семейный форум «Родные и любимые». Не знаю, про кого он это. Наверное, когда он узнал название этого форума он вспоминал Шойгу, ну или Ротенберга. И мне кажется, что на этом форуме он многих отговорил рожать. Одна только его фраза «Многодетная семья – это навсегда?» Вот она чего только стоит. Ведь все мы помним, что такое многодетная семья в России. Денег ни на что не хватает, брат донашивает одежду за старшего, а за столом все не помещаются. И вот думаешь, что раз это навсегда, то совсем не хочется никого рожать. Но встреча вообще приобрела неожиданный поворот. В разговор вступил оленевод. Это я сейчас не про Собянина. Покатаем вас на трех белых оленях. Может на каникулы отпустить. И внук отлично катается на оленях. Спасибо. Быстро олень ездит? Скорость-то какая? Ну большой. Короче, 60-й тает. Самый первый, 70-й тает. Самый быстрый олень. 70 км в час? Да-да-да. Да ладно. Так быстро бегает? Ну бегает этот, не устает. Олень, потому он везде ходит днем и ночью, как спортсмены на лыжах. Самый красивый праздник на севере. А поиск безопасности не положен? Поиск безопасности не нужен там? Нет, не нужен. А там веревочка есть и ручки. И горей палочка. Только с веревочки направо, налево и прямо. Нет, я просто гоню от себя мысли, зачем Путин на встрече по повышению рождаемости интересуется скоростью оленей и есть ли у него поиск безопасности. Ну не может он настолько устать от жизни. Оленевод по простоте душевно и не подозревал опасности, которые исходят от Путина и обещал покатать его на трех оленях. Покатаем вас на трех белых оленях. И как же хочется, чтобы олень умчал Путина в свою страну оленью. Я даже представляю, как это могло бы выглядеть. На форуме Путин встретился еще с участниками конкурса «Семья года». И это у нас семейное. Давайте послушаем, что говорит одна многодетная семья. Для кого-то семейные путешествия привлекают, а для нас осуществить свою мечту о собственном доме. Мы хотим поблагодарить вас и вашу команду за такой прекрасный конкурс. И тоже хотели бы, чтобы вы пожелали нам удачи. Она нам пригодится. Желаю удачи, тем более, что, по-моему, как приз конкурса там и поездки по стране и улучшение жилищных условий. И вот с одной стороны, вроде хорошая инициатива. Участвуешь в конкурсе, можешь выиграть путешествия по России, улучшение жилищных условий. Но с другой стороны, почему вообще многодетные семьи в России должны участвовать в каких-то конкурсах, чтобы исполнить свою мечту иметь собственный дом? Так, конечно, совершенно быть не должно. Чтобы единственным шансом для путешествия по стране и получения собственного жилья был какой-то конкурс. Ведь если ты говоришь, что вот нужно больше рожать детей, укреплять семейные ценности и вообще заниматься семьей, должны же быть со стороны государства нормальные условия, чтобы люди могли этим заниматься. А пока что для получения нормальных условий для своей семьи нужно участвовать в каких-то конкурсах и бесконечно играть в эту русскую рулетку. В Москве в 2010 году убили Седова. Так звали известного болельщика Спартака. Убийца Аслан Черкесов из Кабардино-Балкарии. И всем показалось, что прокуратура после убийства была готова отпустить Черкесова домой. Именно в тот момент разгорелось то, чего очень боится наша власть. Эмоция. Эмоция несправедливости. И все московские болельщики, независимо от того, за какой клуб они болели, объединились в одном желании – отомстить за своего. Сначала фанаты перекрывают Тверскую. Они собираются потом на Манежке. По всей Москве разборки с кавказцами. Полиция ничего не может сделать. ОМОНовцы на Манежке выглядят жалко. В них летят фаеры, бутылки и камни. На Манежку приезжает Колокольцев, тогдашний глава московской милиции. И тоже ничего не может сделать. Я как руководитель московской милиции. Мы не справились как руководитель московской милиции. Ситуация вообще взрывоопасная. И тут один человек маленького роста своим нюхом. Он чувствует опасность. Тогдашний премьер Путин, он гораздо лучше формального президента Медведева, чует, что угрожает его власти. Он лично собирает встречу с фанатами. А потом едет в одном автобусе с ними, в далекое Люблино, на кладбище ночью, чтобы возложить цветы к могиле Седова. После встречи в одном автобусе с болельщиками Владимир Путин поехал на Люблинское кладбище. По дороге премьера и участники фан-клубов много общались. А в Люблино все они положили цветы на могилу Егора Свиридовой. Это потом Путин будет решать такие проблемы не публично, тихо. В тот момент он явно думал о том, какое же это унижение ехать в одном автобусе с фанатами на кладбище ночью. Убийцу, кстати, закатали на 20,5 лет. Он и сейчас сидит в Красноярском крае. Его до сих пор избивают. В том числе до инсульта. Сидит он все время в ШИЗО. Зачем я вам рассказываю эту историю? Потому что она очень напоминает то, что на этой неделе произошло в Якутии. И на этом примере можно посмотреть, как изменилась реакция власти тогда и сейчас на такие события. В Якутии началось все с драки в клубе. Если вы когда-нибудь бывали в ночных клубах, то знаете, как такие драки начинаются. Выяснить, кто там прав, кто виноват невозможно. Все еще часто по пьяни происходит. Красок добавило то, что драка произошла между таджиком и местным. И на следующий день местный якутянин решил найти таджика и пришел к нему домой. Это было ошибкой. Вряд ли он думал, что его убьют. А именно так и вышло. И тут возникает та же эмоция, что возникала когда-то на Манежной площади. Эмоция такой национальной несправедливости от того, что таджик убил местного. С этим, конечно, невозможно согласиться. Это неправильно. Видимо, логика такая, что если бы якутянин убил якутянина, то проблем бы не возникло. Но таджик... Странная логика, согласитесь. Но люди собираются на центральной площади города Якутск. И возникают какие-то такие стихийные митинги. После чего на площадь приезжают местные начальники полиции Арбузов и Лебедь. И они пытаются людей успокоить. Ничего не получается. Происходят стычки с ОМОНом. Несколько человек задержаны. Но в отличие от 2010 года полиция действует по-другому. Теперь она не выглядит так жалко. Быстро отключают связь. Перестают работать мессенджеры, телеграмы, ватсап. На глюки, телеги жалуются даже не только в якутске. И виноватых быстро находят. Правильный ответ знает любой двоечник. И даже глава Якутии. Всегда обвиняй провокаторов за границей. Не проиграешь. Он так и сделал. А еще сразу начались рейды по мигрантам. Сотни иностранцев задержаны. Им выписывают протоколы. А счастливые обладатели российского паспорта получают повестку в военкомат. И еще одна примета времени. Извинения. Ну почти. Местная глава общины Таджикистана выпустила обращение о том, что все они потрясены случившимся. В отличие от 2010 года, теперь власти реагируют молниеносно. Но по сути ничего не поменялось. Национальные конфликты продолжают тихонько тлеть. И каждый раз угрожают разгореться с огромной силой. Как и в целом, напряжение в обществе. Сколько бы ОМОНовцев и Росгвардейцев не копили власти, пока они справляются со стихийными протестами. С такими, как мы видели на прошлой неделе в Башкирии или на этой неделе в Якутске. Но этим они лишь накапливают злость, которая потихонечку начала выплескиваться. Вот такими протестами. И что-то мне подсказывает, что в какой-то момент эту народную злобу не остановит никакой ОМОН. Вопрос лишь в том, что станет поводом. И в какую сторону качнется маятник народной злобы. Будут это митинги с национальным окрасом? Или причины будут экономические? Будет ли это борьба против кого-то? Или наоборот, за права и свободы? Предсказать сейчас это очень сложно. Внутри России мигранты делятся на тех, кто готов адаптироваться к новой социальной среде, и на дикарей. Это те, кто исповедует радикальный ислам. Слова депутата Госдумы Михаила Матвеева. Он же предсказал, что после войны в России начнутся национальные и религиозные войны. Я думаю, что когда СЛО закончится и вернутся с фронта полмиллиона или больше наших ребят, то вот тогда, я думаю, начнутся основные такие столкновения, скажем так. Вернутся наши русские ребята. И дикарям, мусульманам мало не покажутся. Так думают. Увидят, кто тут настоящие хозяева России. Контекст был такой. А выступление это очень внимательно слушал один человек. Говорит, что они готовятся нападать на меня. Дон был слабый. Я готовлю снова подписать выговоры Дон. Выговор и правда был опубликован. Прямо в телеграм-канале Рамзана. Он призвал вытурнуть депутата Михаила Матвеева то ли из Госдумы, то ли вообще из страны. В любом случае, и то, и другое, не самое страшное наказание от Дона. Матвеев понял, что был неосторожен в словах и, мягко говоря, поспешил извиниться. С учетом того, что на видео обратил внимание и уважаемый мной Рамзан Ахматович Кадыров, я хочу вам, Рамзан Ахматович, сказать, что я, конечно же, имел в виду тех террористов, шайтанов, как вы называете, с которыми вы боролись у себя в республике. Если меня кто-то из моих братьев, коллег, мусульман российских воспринял это на свой счет, мне не стыдно извиниться. И тут он называет всех братьями и заговорил про шайтанов, используя явно чуждую для него, но такую близкую Рамзану риторику. Примечательно два момента. То, как легко все унижаются перед Кадыровым, это не схваченный силовиками активист, а депутат Госдумы, у которого, между прочим, есть неприкосновенность. И второе. В путинской системе не может быть никаких независимых субъектов. Всех рано или поздно пожирает личный лоялизм Путину. В начале войны Матвеев был единственным депутатом, кто робко возражал. Говорил, что он голосовал за признание ДНР и ЛНР, чтобы там был мир. Или, например, единственный в Думе выступал за то, чтобы Россия выполняла решение ИСПЧ. Он как будто хотел быть приличным и при этом во власти. Это, конечно, оказалось невозможным. И вот он в общем строю и за войну, и перед Кадыровым присмыкается. На этом фоне даже как-то по-доброму и невинно выглядит идиотизм, которым заняты другие депутаты. Единоросс Хамзаев направил в Роскомнадзор письмо с просьбой запретить СМИ употреблять выражение «лежачий полицейский». Умеем работать в сфере законодательной сферы. Не, ну Хамзаев один из самых тупоголовых депутатов. Чем ему не угодили лежащие полицейские? Он говорит, что якобы это демонстрация пренебрежения к полицейским. Но не все же они валяются на дорогах. Ну и как бы он хотел назвать лежачих полицейских? Лежащий ментик или лежащий копчик? А во-вторых, легитимизация ненормативной лексики говорит. При чем тут это? Не спрашивайте, я вот не понимаю сам. Или вот еще одна инициатива. Депутаты Госдумы внесли закон о конфискации имущества осужденных за фейки. Носили всей толпой. Там только 15 страниц. Это имена авторов законопроекта. Видимо, все составляли его. А главным пиарщиком сделали Лугового. Как человека опытного. Он же в 2006 году отравил полонием перебежчика Литвиненко. А теперь пригрозил всем нам, что мы тоже подохнем, как собаки. Да, это именно к нам обращено. Тем, кто критикует Путина. Кто говорит правду о войне. Ну, такой народный избранник. И тут важно обращать внимание на детали. Конфисковывать имущество будет только в случае, если оно было приобретено в результате преступления или было его средством. То есть, как будто квартиры и другое имущество обычных людей пока не должны отбирать. Но активы могут быть арестованы до выяснения. Это может тянуться годами. Так, например, почти у 200 сотрудников и волонтеров ФБК уже почти 5 лет арестовано по 75 миллионов на счетах. Ну, конечно, ни у кого не было таких денег, но арестовали именно такую сумму. Якобы это отмытые средства жертвователей. И уже 5 лет группа следователей по особо важным делам не может раскрыть это преступление. В закон могут вносить и поправки. Сейчас или чуть позже могут упростить процедуру конфискации, применить ее к другим статьям. Можно отбирать у людей все в качестве наказания, а не потому что якобы за распространение фейков они получили какие-то деньги. В общем, ужасаться пока рано, но нужно за этим внимательно следить. Утро, 24 января. Белгородский губернатор Гладков сообщает о сбитом в области беспилотники и ракетной опасности. Людей призывают уйти в укрытие. И спустя полчаса он же пишет о некоем происшествии. В Карачанском районе этот новояз вызывает лишь грустную хмылку, потому что потерпел крушение большой, огромный транспортный самолет. И по всем каналам разлетается видео. Блянь, прям у нас! Охренеть! Это Ил-76. Этот самолет может перевозить от 145 до 225 солдат, если он был заполнен даже частично. Это огромные единовременные потери, что, конечно, сразу породило массу в заголовках с молниями, сенсационными подробностями и откровенными вбросами. Украинские СМИ стали массово писать о крупном успехе ВСУ. Проходит буквально 15 минут, и уже Миноборона сообщает, что на борту было 65 пленных украинских военных, трое российских военных и шестеро членов экипажа. И сразу после этого украинские здания удаляют информацию о сбитии, а российские военные, ЗВН-коры и официальные лица начинают смаковать, как украинцы убили своих. Сегодня в 11 часов 15 минут киевским режимом совершен террористический акт, в результате которого был сбит самолет военно-транспортной авиации России. Нацистский киевский режим пошел на данный шаг, преследуя цель обвинить Россию в уничтожении украинских военных. Лавров требует срочного заседания Совбеза ООН. Вице-спикер Думы Петр Толстой говорит, что никакие обмены пленными теперь будут невозможны. Хотя кто он вообще такой, чтобы принимать такие решения? Если действительно Украина сбила самолет, перевозивший солдат ВСУ, то как это стало возможно? Россия заранее уведомила Киев об этом рейсе. Самолет направлялся в сторону границы. Об этом заявил Песков и российские генералы. Украинская же сторона заявляет, что это неправда. Но есть же привычная формула. Песков всегда врет. Давайте еще честно скажем, что на войне врут практически все и всегда. Постепенно стали проясняться детали. Но каждый новый факт порождал лишь новые вопросы. Военные эксперты и журналисты по кадрам крушения, снятым из села Яблонево, сделали вывод, что самолет летел из Белгорода, то есть от границы с Украиной, а не наоборот, как заявляют в Минобороны. Вот здесь точное место падения и место, откуда были сняты кадры с падением и с дымом от ракеты. Другой эксперт утверждает, что самолет с бортовым номером RA-7883-0 летел через Египет, Красное море, Саудовскую Аравию, Иран, Сирию, потом попал на другую территорию, где не видно его на радарах, и появился снова уже в районе Белгорода. Траектория довольно странная, но запаса хода в теории ему могло бы хватить. В таком случае самолет скорее мог ввести оружие, но точно не украинских пленных. Это первая из основных версий, которая была быстро опровергнута. По данным с флайт-радара, этот борт примерно за час до катастрофы пролетал между Кипром и Ливией. Почти 3000 километров до Белгорода преодолеть было невозможно. К тому же два независимых источника сообщили, что крушение потерпел другой борт, номер РФ-86828. Это старый самолет, 81-го года выпуска. А также заявление представителя украинской разведки о том, что в среду действительно должен был состояться обмен пленными, но он сорвался. Говорят о другой версии. На видео с крушением виден след в небе, предположительно от ракеты американского комплекса Patriot или немецкий Aristea, что подтверждает версию сбития. Однако облако находится на высоте всего около 600 метров, а крушение произошло в 57 километрах от аэропорта Белгорода. И если он направлялся туда, то на таком расстоянии высота полета должна была быть от 3 до 4,5 километров. Катастрофа произошла примерно в 80 километрах от границы с Украиной. Это означает, что самолет мог быть сбит и системой ПВО, причем как украинской, так и российской. Чего-чего, а разных систем ПВО в Белгородской области сейчас реально много. Могла произойти ошибка или сознательная провокация. Первая реакция украинских СМИ не значит вообще ничего. А официальная позиция Киева осторожная. Зеленский требует международного расследования. Еще одна загадка. Со списком имен украинцев, якобы бывших на борту. Его первый опубликовал Симонян, что уже само по себе наводит на мысли о какой-то разводке. Журналисты проверили этот список. В нем есть, например, сержант Максим Кнаваленко, который был обменен 3 января. По данным других источников, до 17 человек из списка могли быть обменены до этого, раньше. Но спустя более чем сутки Украина признала, что в списке именно тех, кого должны были обменять 26 января. А часть военных упоминалась в пропагандистских сюжетах. Единичное совпадение возможно, но кажется довольно странным. Или же показывает, как часто российская власть использует пленных для пропаганды, что вообще-то запрещено Женевской конвенции. О добровольном согласии тут говорить сложно. Это кадры работы следователей на месте крушения. На них практически отсутствуют тела погибших. Их единицы точно не десятки. Но с другой стороны, это достаточно характерно. Именно так обычно и бывает на видео с мест катастроф. И хотя обе стороны завели уголовные дела по факту крушения, доверять в этом деле можно будет действительно только международной группе и открытому процессу, как это было с Боингом MH17. Пока же информация идет с одной стороны и не встречает критику. Будет звучать только ложь в таком случае. Это не могло быть ни при каких обстоятельствах дружественным огнем, как в таких случаях говорят. Потому что самолет был поражен системами ПВО, не армейскими средствами ПЗРК и так далее, а системами, ракетами ПВО. А наши системы ПВО по своему самолету по определению наносить удар не могут. Там стоят системы слой чужой. Если не разбираться в деталях, не задавать вопрос, то может показаться логичным. На самом деле это не так. Описанная Путиным система распознавания своих работает как подсказчик для оператора ПВО. Ее можно отключать и делать пуски вопреки распознаванию. Так, например, во время мятежа Пригожина дружественным огнем были сбиты Ил-22М и несколько вертолетов Минобороны. В ходе войны с Грузией в 2008-м основные потери авиация несла именно от дружественного огня. Да и в ходе нынешней войны таких историй тоже было много. Что на самом деле случилось и кто или что было на борту, об этом достоверно должны знать десятки российских офицеров и чиновников Минобороны. А значит, однажды мы узнаем правду. Но пока же главный вывод. Что в информационной войне очень много деталей, в которых нужно разбираться. Бывает так, что все врут, все приписывают себе успехи, очерняют врага, а нам нужно критически относиться ко всему, на все смотреть и не становиться жертвой пропаганды. Но никогда не забывать, что Песков и Минобороны врут всегда. При этом критичность к информации не должна приводить к нейтральной позиции. Дескать, это война, все врут, все убивают, а значит, правых и виноватых нет. Потому что ежедневно совершаются варварские преступления. Так в ночь на вторник российская армия выпустила около 40 ракет по Киеву, Харькову, Павлограду и других городах. В результате погибли 6 человек, больше 60 ранены. Вот кадры, на которые ну просто физически больно смотреть. Пара стоит на догорающих обломках дома. Неизвестно, кто они. Был ли это их дом или кого-то из близких? Кого и что они потеряли? И как показать нагляднее, что война отнимает у людей все? Жестоко и бессмысленно. И на этом фоне Минобороны в своей сводке бездушно и цинично пишет про высокоточные удары по военным объектам. К подобным вещам нельзя привыкать и нельзя занимать нейтральную сторону. Ты, непокоренный судьбой, с победой вернулся домой, Живой-живой, не прятался ты за спиной, Здесь каждое сердце с тобой. Слова из нового произведения Шамана. А клип на эту песню начинается со слов «Всем, кто пострадал за правду». Дальше по сюжету Шамана-узника ведут сквозь толпу на казнь, но он возрождается. К видеоприписка. Эта история могла случиться в далеком прошлом или когда-нибудь в будущем. А быть может, происходит прямо сейчас. Поэтично. И сложив 2 плюс 2, люди в интернете стали подозревать, что на самом-то деле Шаман зашифровал в своей новой песне поддержку всех политзаключенных. И прежде всего... Привет, это Навальный. Ну, посудите сами. Клип вышел на следующий день после годовщины возвращения Алексея в Россию. Перед этим он выжил от отравления новичком и летел в Россию рейсом Победы. С Победой вернулся домой. В общем, Z-фанаты Шамана в недоумении. Ты на что намекаешь? В комментариях люди пишут. Свободу Навальному. Спасибо за поддержку политзаключенных. Шаману даже пришлось оправдываться. Конечно же, словами Путина. Фантазия людей безгранична. Каждый видит то, что хочет видеть. Как говорил президент, болтовня, которую нечего обсуждать. Просто чушь. Все выковырили из носа и размазали по своим телеграм-каналам. Песня и клип «Живой» вышли в крещенский сочельник и посвящены всем, кто страдал и страдает за правду. Героям тысячелетней русской истории и всей нашей стране. Которая в это непростое для всех время неотступно идет к победе. Шаман в миру дронов, конечно, король отсылок. Правда, до недавнего времени он вдохновлялся в основном кем? Гитлером. То есть с повязкой по Красной площади пройдет, пародируя Гитлер-Юген. То Майн Камф свои песни процитирует. И вот еще хорошее. Прямо на концерте устроил имитацию ядерного удара. Ему вручили чемоданчик, и он со всей дуре своей у него много нажал на красную кнопку. Раз, случайность. Два, совпадение. А три, и ты понимаешь, что перед тобой просто идиот. И в случае с шаманом можно быть в этом уверенным. Конечно, никаких отсылок к Навальному он давать не хотел. И, вероятно, очень испугался такому сравнению. А значит, в ближайшее время выслуживаться ему нужно будет еще больше. На этой неделе еще два артиста показали, как это сделать качественно. Один из них Никита Калагривый. Звезда сериала «Слово пацана». Он поддержал так называемую СВО. В сети появилось видео, в котором он передает привет бойцам на передовой. Дорогие братья, бойцы, что хочется сказать нам, артистам? Вот мы играем сейчас в военное время, мы играем в ваши судьбы, стараемся сделать это честно. И, если честно, мы благодарны за то, что мы можем в безопасности заниматься нашим творчеством, нашей профессией. А эта безопасность обеспечивайте нам вы на передке. Сделано видео летом, во время съемок военного фильма «Моменты истины». Но в интернете появилось только сейчас. Очевидно, актер стремится сделать неплохую карьеру при Путине. И вообще, после выхода слова «пацана Калагривый» ведет себя по меньшей мере странно. Нападает на коллег, ругает индустрию. Попросту говоря, он словил нехилую звезду. Я вырос в этих местах, в отличие от Вани Янковского и еще кого-то. Что сложного-то, господи? Что там сложного? Сложно играть чмо. Люди, не разбираясь, хвалят. Это же деградация. Я уже своими ролями могу пободаться с каждым артистом в нашей стране. Мне, мне, я, я, я такой охуенно важный. Я ведь такой охуенно важный. С ним все понятно. Он личность восходящая. Хорошо понимает, что диктует контекст времени. У него в Украине, кстати, мам жила. И сам он там учился. А вот Леонид Ермольник, вроде как состоявшийся артист. Тоже туда же. Плюс один в копилку разжигателей войны. Актер в свое время хорошо дружил с Андреем Макаревичем. С Аллой Пугачевой, их отъезд из страны и антивоенной позиции он считает эмоциональной реакцией. Надеется, что они отдумаются. А вот Калагриева ему жаль. Говорит, с таким самомнением ему лучше завязать с профессией актера. А блогер Елена Блиновская уже скоро год как завязала со своими марафонами желаний. Она находится под следствием по делу о неуплате налогов на сумму почти миллиард рублей. К этой статье ей накинули еще две. Итого Блиновская может провести за решеткой до 16 лет. Мы сочиняем мечты. Всегда есть миллионы шансов. Сменить особняки на тюремные нары она вряд ли готова. Тем более, что на этой неделе она получила пробник того, что ее может ждать. Блогершу отправили в СИЗО. До этого она находилась на домашнем аресте, однако на Новый год не удержалась и закатила вечеринку, куда позвала одну из свидетельниц по своему делу. Интересно, а из СИЗО желание исполняется так же эффективно, как из дома на Рублевке. Это была передача «Самое важное». Спасибо всем, кто досмотрел этот выпуск до конца. Поставьте лайк этому ролику, если еще этого не сделали, и проверьте свою подписку на канал. Мы движемся к 100 тысячам подписчиков и будем рады, если вы поможете нам побыстрее добраться до этой красивой цифры. Меня зовут Иван Жданов. Увидимся на следующей неделе.